В связи с ростом случаев заболевания, новые коронавирусные инфекции, на дистанционное обучение переведены не только школы, но и вузы и средние специальные учебные заведения Ульяновской области. Ситуация была предсказуемой, и тем не менее, этот формат часто является причиной стресса у подростков, особенно у будущих выпускников. Психологи рекомендуют взрослым не игнорировать эту ситуацию и стараться помочь детям. То есть родители должны ребенка подготовить в первую очередь, то, что тут сейчас будет дистанционное обучение, давай мы с тобой поговорим, что ты по этому поводу чувствуешь, какие у тебя эмоции, то есть уметь слушать своего ребенка. Здесь же поделиться с ребенком своими переживаниями, да, я тоже переживаю, но в любом случае мы вместе справимся. И посмотреть на дистанционное обучение немножко с другой стороны, с позитивной, то есть благодаря дистанционному обучению мы же получаем новые навыки. Какие навыки можно получить благодаря дистанционке? В чем плюсы такого обучения и даже чему в процессе обучения могут научить дети родителей? Ответы на вопросы о дистанционном обучении с психологической точки зрения прозвучат сегодня в программе «За обедом», которая выйдет в эфир на официальном ютуб-канале ГТРК «Волга» в полдень. Гостем студии станет психолог Елена Макарова.